Вернемся к финансо-экономической тематике. Сегодня российский рынок был, как и рынок, озадачен ситуацией после саммита в Дохе. Все было в красной зоне, индексы, как и национальная валюта, ушли в минус. Потеряли ли мы сейчас какие-то идеи или хотя бы дивидендная история может сыграть на пользу тем или иным ценным бумагам? Узнаем у нашего эксперта, к нам присоединяется Глеб Задоя, руководитель компании «Аналитика онлайн». Глеб, здравствуйте. На ваш взгляд, то, что мы видели сегодня после разочарования по саммиту в Катаре, это продолжится в течение недели или, возможно, некие иные инвестиционные истории, более благоприятные для рынка? Добрый вечер. На самом деле, я думаю, что история с Катаром полностью отыграна. В общем-то, я не думаю, что будет какая-то дальнейшая реакция российского рынка и рынка акций, и валютного рынка. В общем-то, все было вполне предсказуемо, несмотря даже на то, что не было договоренности, можно было и заранее предполагать, что на ожиданиях рынок нефти будет расти, по факту встречи нефть будет корректироваться, ну и соответствующая динамика будет на российском рынке, как на валютном, так и на российском фондовом рынке. Сейчас эта идея целиком и полностью отыграна, и мы вновь возвращаемся к тем тенденциям, которые у нас были до встречи в ДОХе. Собственно, сейчас российский рубль растет, российский фондовый рынок, в общем-то, тоже, по крайней мере, если смотреть на него, в рублевом выражении тоже подрастает. И, скорее всего, эта динамика какое-то время еще будет продолжаться. Самые интересные идеи, на мой взгляд, здесь сейчас скроются в российской валюте. В общем-то, российский рубль, он растет, но рост его достаточно серьезно ограничен. Об этом нам говорили совсем недавно наши финансовые власти, которые, в общем-то, говорят о том, что нам российский рубль дорогой не сильно-то и нужен нашему российскому бюджету. Поэтому сейчас рост российского рубля несколько ограничен. Я думаю, что, может быть, мы вновь вернемся к 65 рублям за доллар. Может быть, будут попытки даже пуститься к более низким значениям. Но при попытках прорыва к 60 рублям, тут уже вступится Центральный банк, который наверняка вспомнит о том, что нужно вновь пополнять золотовалютные резервы. Что же касается российского фондового рынка, то здесь действительно можно попробовать отыграть отдельные дивидендные истории. В основном это в государственных компаниях, потому что сегодня были сообщения о том, что размер дивидендов на российские акции именно государственной компании будет несколько повышен. То есть, если раньше на дивиденды планировалось направлять до 25% чистой прибыли, то сейчас этот размер будет установлен на уровне 50%. Поэтому отдельные российские акции можно, конечно, рассматривать в качестве интересных идей именно под дивиденды. Спасибо вам огромное. Глеб Задой, руководитель компании «Аналитика онлайн», был на прямой связи со студией «Царьградом». Отмечу, что действительно существуют разные концепции инвестирования. Одни считают, что можно вкладываться в ценные бумаги, другие считают более консервативный вариант, как банковский депозит, наиболее благоприятным вариантом инвестирования. Но стоит ли сейчас действительно смотреть на финансовый рынок в этой непростой ситуации?